всем приветствие наконец-таки мы дождались точной даты релиза от разработчиков dlc это у нас будет 13 августа цена назначена как 15 долларов но с учетом регионального эквивалента то есть у нас она бы значительно ниже как обычно это происходит с теми но пока точной цены в рублях так сказать нету но уже доступна страничка в стиме вот здесь вот если что по ссылочке есть внизу в комментариях в описании тоже если что прямая ссылка на страничку steam будет уже обновление попозже ну после того как сейчас все это разберем посмотрим оттуда скрины которые там есть новые ну а пока что поехали дальше да еще в таблице если что мне тоже ссылочка будет внизу там в описании в комментарии я добавлю там где все 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 до блоге что были если вдруг кому-то какой-то момент интересен потому что это забыл не посмотрел то там все 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 обзорчики у меня будут на одной страничке выложены ссылки так и здесь грубо говоря у нас сейчас изложен общий расклад что у нас в целом появится в обновлении во первых что но новые земли на юге у нас будут да с независимыми городами государствами которые будут представлять нам новые вещи услуги новые бэкграунды для вербровки дальше второй пункт это про свиту не было последователей что мы сможем подбирать их в зависимости от нашего стиля игры например сержант инструктор для обучения людей кузнец который может восстанавливать снаряжение независимо от того насколько оно было повреждено самое главное что даже разбитые щиты он будет восстанавливать то есть если он мы потеряли боялись раньше да были такой момент что если уникальный щит страшно что его разобьют в бою и все а теперь он такого не будет есть у нас будет кузнец в свите то он будет такие щиты восстанавливать даже полностью сломанной ну и кроме того будут еще доступны тележки для увеличения инвентаря общего персонажей дальше третий пункт это арена мы сможем сразиться перед ликующими зрителями заработать золотишко опыт награды но об этом было совсем недавно тоже ну хотя там два даже было до блога один пораньше один недавно вот так если что смотрите ссылочка в таблице есть как я уже говорил дальше у нас идет новый кризис священная война об этом вот тоже совсем недавно говорили новые противники с новым снаряжением фракционные войны южан пустынные рейдеры звери но это в целом понятно так дальше три новых старта всякие гладиаторы рабовладельцы вот это то есть всего лишь три будет надеюсь что они будут хорошо проработаны типа как культисты из по из последних вот этих обновлений да что там будет что-то побольше уникальных моментов но вроде как обещали с рабовладельцами тоже про это было грубо говоря так что будем надеяться что это будет интересно седьмой пункт новые знамена и снаряжение включая алхимические приспособления примитивное огнестрельное оружие ну и банально там обычная мечи там оружие и все доспехи это все понятно далее легендарная локация обещается всего лишь одна но там будет босс присутствовать у нас легендарная локация и новый босс и за что нам еще перепадет новая легендарная награда вот так вот новое окружение на боевых картах про это тоже было в самом начале до блогов и вот не так давно и в общем в самом dlc у нас появится значит южные всякие руины палатки и плюс еще сказано что кроме того бесплатном обновлении видимо которые обещали нам до dlc еще там появится у нас кладбище лагеря разбойников орков гопы но уже те вот эти вот локации которые присутствуют в игре это будет бесплатном обновлении хотя про него сейчас ничего не сказано когда она будет и что там как с ним только вот то что вот здесь вот что вот эти вот окружение на бою карте будут бесплатном обновлении далее новые контракты события новая музыка новые достижения вот в принципе все ну и сказано что до что сейвы наши будут старые работать но чтобы получить доступ ко всему новому контенту придется все-таки начинать новую кампанию но это очевидно же поэтому вот так так ну и теперь да пока я не забыл чуть посмотрим новые скриншотики со странички dlc нашего в стиме на окно это понятно обычная картиночка стандартная которая нам изначально была показана дальше здесь у нас ну это пример посещения видимо южного города со своими уникальными построечками в большом разрешении да если что посмотреть уже открыть на весь экран так сказать можно steam страничку открыть и там уже посмотреть более крупном плане арена у нас здесь против кто тут у нас гиены гиены три гладиатора вот как раз сражается против гиен это у нас не боевые последователи этому тоже мы увидели дальше это у нас вот карта видимо южные земли пустынные городишки там так все мелко это надо уже открывать покрупнее чтобы увидеть поэтому вот так здесь у нас битва против змеев довольно большая толпа хаотичная атака дальше мы видим инвентарь и кстати вот здесь у нас показана копьишка 1 зарядное взрывное то есть мы можем кидать поджечь там пару тайлов или как там такое написано и она будет после боя восстанавливается ну как обычный да вот если у нас так метательного оружия там четыре штучки например после боя не восстанавливается и так вот это будет восстанавливаться после боя то есть но он будет все одно зарядное кинули подожгли подорвали врагов и как бы после боя можно зарядить это звучит интересно это мне нравится так а что тут да что тут мы еще видим вот новые шмоточки тут такие видимо низкоуровневые одеты у персонажей ну которые здесь вот показаны именно тут кто-то надет уже хороший тяжелый доспех видимо ну и какие-то ресурсы пища южная этот как бы просто предметы роскоши приправы да там корицы перчики что-то здесь у нас атака на южных видимо этих рейдеров вот мастер лучник видимо с крутым луком каким-то ну так вот чистокол тут же какое-то окружение появилось не просто в окрытом поле сражаемся но им там как бы придется из него всем выходить то есть по сути как здесь все выглядит можно заблокировать здесь им выход просто еще милищником но у них стрелков правда много тут кнут он есть до 3 лучника два праздника как бы подходить не особо хочется к такому отряду упихает будь здоров ну ладно посмотрим ну и все все что-то закончились страничку открывайте ссылочка внизу посмотрим будет что не следующий пятницу еще не знаю на этом кто если что вдруг ставьте лайки подписывайтесь на канал вступайте в группы ну и все всем удачи